Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятум или же Александр, и мы с вами продолжаем играть в игру под названием Стример Лайф Симулятор, а сегодня я хочу заняться чем-нибудь интересным, чем-нибудь запрещенным. И если вам понравится этот ролик или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. А что я имею ввиду, когда говорю интересное и запрещенное? Разумеется, Даркнет. Для этого нужно скачать VPN, он уже скачивается, я зайду в DeepWeb и посмотрю, что же там можно отыскать. Ну, насколько мне кажется, там можно купить майнинговую ферму, и тогда у нас будет офигенная пассивная прибыль. Но опять же, для этого еще нужно будет скачать майнер, а может быть ферма покупается и не там вовсе. А на самом деле в DeepWeb совсем другие вещи можно найти. Не знаю, друзья, я знаю, что майнинговая ферма есть. На этом все, мои знания заканчиваются. Давай уже, VPN, скорее скачивайся, мне не терпится туда ворваться. К тому же есть деньги, которые мне не терпится потратить. Как бы это удивительно не звучало, конечно, деньги нужно тратить. Они не должны лежать на месте. Они должны пускаться в дело, чтобы приносить еще больше денег. Так, отправляем на кредитную карту. Готово, я сделал. Шикарно. Ну и скажи, что скачался. А, отлично. Настройка завершена. Так, его нужно запустить, да, насколько я понимаю. Положение дел офф. Нет, давайте положение дел сделаем он. На. Ха-ха-ха-ха-ха. Положение дел на. Он запущен сейчас или запускается уже? Вы можете изменить свое текущее местоположение, активировав VPN. Так я уже запустил. Ну, да, наверное, VPN работает. Будем считать, что он включен. Давайте теперь заходим в этот DarkNet и... Ах, видим, видим всякое страшное запрещенное. Только он тут называется DeepFab. Извините, но все равно я сюда... Ага. Незаконные шахтеры. Ха, звучит офигенно. Как будто кто-то у себя во дворе начал копать уголь. Жесть. Ну, давайте, незаконные шахтеры. Мы не можем продавать онлайн по соображениям безопасности. Вы можете получить устройство майнера от наших людей в городе. Если вы офицер полиции, мы используем только бездомных. Если вы арестуете человека, вы сделаете ему одолжение. Не понял? Этот сайт построен на блокчейне, за которым нельзя следить. Мы не можем следовать. Но каждое ваше движение оставляет новый след. Пожалуйста, обратите внимание на ваши шаги. Вообще ничего не понимаю. Типа, мои шаги могут отслеживать. Хорошо. То есть ферма продается где-то в городе у одного из бездомных. В каком-то переулке. Показано стрелкой. Блин, а смогу ли я в городе его найти или нет? Интересно. Так, бэкдор взломать. После хакерской атаки, если у вас есть бэкдор взлома, вы можете взломать человека, который взломал вас. Но я купить обратный хак не могу, потому что тупо не хватает валюты. Воллхак. Мы продаем воллхак, специально закодированный в СИ. Вы можете принять запрет, если вы используете это. Мы не несем никакой ответственности. Не закрывайте этот веб-сайт до завершения загрузки. Троянский вирус может быть воллхак? Пожалуйста, игнорируйте это. Это не принесет никакого вреда. Всё, я отказываюсь это понимать. Друзья, наш путь сейчас лежит в город. Возможно, даже стремить я сегодня не буду, а посвящу полностью серию совершенно другим делишкам. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, надо это закрыть, чтобы никто не пришёл и не увидел тут всяких ужасов. Да, типа, всё нормально. Нормально, нормально, нормально. Проверяющий будет доволен. Хотя в этой игре проверяющих, слава богу, нету. Такс, где мой чудесный автомобиль? Вот он, моя шикарная Волга. Давайте отправляться прямо в город. Только сперва я открою карту и посмотрю. Может, на карте всё-таки обозначен где-то этот бездомный человек, который продаёт майнеры. Такс, карта. Увеличить. Дом 1, дом 2, дом 3. Зубер, пицца, таксист, касса, официант. Вот. Наверное, это то самое место, друзья. Ну чё, отправляемся? Была, не была. Надеюсь, приведёт меня в правильное место. Снимаем ручник, заводим машину. И поехали! Ну. Ну, я снял ручник, алло. А, там был столб, и я не мог ехать в столб. Логично. Я должен срочно помыться. Нет как раз, мужик, ты не... Я застрял. Чёрт, я застрял. Ха-ха-ха-ха-ха! Ну чё за... Такс, ну как же так-то? Так, похоже, мне придётся использовать автомобильную помощь. Ни разу этого не делал. Давайте потестим. Вы должны выйти из машины. Хорошо, я выхожу из машины. Я выхожу из машины. Я вышел из машины. Не могу понять, почему она застряла? Вроде бы... А-а-а-а... Одно колесо... Ведущее, короче, друзья... Не ведущее, а... Короче, заднее колесо, которое должно крутиться. Оно застряло и не крутится. Ужасы-то какие! Ну, хорошо. Автомобильная помощь. На тебя вся надежда. Без тебя я не справлюсь. Поверните и опрокиньте машину. Добавьте 25 топлива. Приведём машину, которая у тебя есть к себе домой. Ха! Ладно, мне нужна вот эта, наверное, функция. Перевернуть её, чтобы она стала ровно. Стоило это... Ну, что я могу сказать? Ну, что я могу сказать? Разницы нет никакой! Почему это колесо? Оно ведь... Приводящее в движение машину. Почему оно не работает? Ладно, я попробую ещё раз. Может, всё-таки машина немножечко выправилась, и я смогу поехать? Не, ни в какую, друзья. Вообще, она немножечко дёргается, но этого недостаточно. Блин, я буду знать, что сюда больше ехать нельзя. Это настоящая ловушка. Окей, придётся выходить из машины и тратить деньги. Чёрт, придётся потратить 50 бачей, чтобы хоть как-то сдвинуться с места. Ах, почему так дорого? Ну, давайте 50, отлично. Машина должна появиться возле дома, насколько я понимаю. И тогда мы просто стартанём дальше. Да, шикарно! Хе-хе-хе. И тут уже точно можно будет проехать. Так, значит, машину нужно парковать исключительно в этом месте и нигде в другом. Чувак, ну вот чё ты стоишь? Пошёл вон. Мне бы ещё заправиться не мешало, но я не знаю где. Может быть, просто заплачу 89 баксов, чтобы кто-то привёз мне несколько канистр бензина, влил их в бензобак и сказал, Саня, езжай. Либо я найду где-то по дороге всё-таки заправку. У меня возле дома заправка есть, но она не рабочая. Я пытался подъехать заправить автомобиль. И какой был результат? Опа! Кто-то врезался, да? Эээ! Ну что вы творите-то? Сволочи! Так вот, я пытался заправиться и не получалось, потому что не работает заправка. Блин, они тут дерзкие, лихие. Сейчас я в город въеду и вообще буду ужасаться. Там происходит настоящий ужас. А ещё, может быть, мне даже не хватит денег на эту майнинг-ферму. Но буду надеяться, что хватит. Тормози, тормози, тормози. Аккуратненько. Я не хочу никуда врезаться. Мне нужно максимально быстро доехать до необходимой точки. И при этом затратить минимальное количество топлива. Денег нет. Денег нет. У меня всего лишь там осталось баксов 750. Это же не серьёзная сумма. Мне ещё предлагают в виде материнку купить. Что, мол, я обновил процессор, обновил видюху. Но сама по себе материнка не справляется. Пропускных мощностей не хватает. Такое вам может быть. Согласен, такое может быть. И надо будет её поменять. Ну, когда-нибудь поменяем. Такс, а вот и тот самый магазин. Всё, тормози. Тормози, тормози, тормози. Ха-ха, на гелике, чувак. Лютые вещи вытворяет. Только я могу такие лютые вещи вытворять. Такс, где? Вот она, похоже, та самая подворотня, да? Похоже на то. Ха-ха-ха, чувак, здорово. Чё почём? 750 баксов майнер стоит. Ну, не сказать, что супер дорого. У него ещё и руки поломаны. Ты когда его собирал, наверное, руки сломал. В вашем кошельке не хватает денег. Хорошо. А можно ли где-то в городе снять деньги? Должна быть в точках в городе, где снимаются деньги. По-любому. Так, где карта? Вот карта. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Банкомат. Вот банкомат в городе. Отлично. Ближайший банкомат мне показывают. Великолепно, он даже недалеко. Спасибо большое разработчикам, что позаботились о игроках и поставили его рядом с этим подворотным чуваком. Замечательно. Давайте. 750 бачей. Конечно, сумма... Сумма просто колоссальная. Но я позволю себе. Надеюсь, этот майнер рано или поздно окупится. Блин, все деньги забирает. А-а-а. Одобрить. Хорошо. У меня остаётся сколько? 64 бакса? Очень мало. Очень мало баксов. 64. И сегодня я даже не постримил. То есть, один день я лишился заработка. Причём нормального. Я мог за этот день баксов 200-300 взять. Отлично. Не дай бог, эта штука будет работать плохо. Кстати, вот эта микросхема, находящаяся сверху, красная, она напоминает одну из древних видюх. Прям очень старых, очень плохих видюх. Очень слабых. Похоже, это суперслабый майнер. Ладно, давайте откроем багажник. Положим его сюда. Давай быстрее. Вот, отлично. И возвращаемся домой. Осталось только понять, как добраться до дому. Я не знаю, где дом. Я заблудился. Дом, дом, дом. Нужен оранжевый дом. Дом один. Такс. Всё остальное мы отключаем, чтобы не сбиваться с курса. А чё, вертолёты летают? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Это может быть за мной? Что, типа, я совершил какое-то преступное действие, и теперь на меня объявляют охоту. Я слышал звук пропеллера вертолёта. Либо это звук работы движка одной из машин. Нет, но это точно было похоже на звук пропеллера. Теперь они за мной следят. У меня начинается паранойя. Эй, полиция, полиция, полиция. Я так и знал. Я так и знал, что они за мной следят. Там была полиция, друзья. Вы видели? Так, всё. Всё хорошо, Саша. Не превышаем скорость. Едем аккуратно домой. И всё будет отлично. Ещё полиция! А нафига так много полиции-то в этом городе? Офигеть! Только две машины. Я увидел за всё время, и две машины были полицейские. Ещё одна. Нет, это обычный фургон. Грузовик, который просто стоит. Пикап. Пускай стоит. Я просто еду домой. Хотя в нём тоже могут сидеть полицейские под прикрытием. Вполне себе. Спокойно, абсолютно. Так, но я уже дома. Нет причин для паники. Великолепно добрались до дома. Без происшествий. Я даже не собью ни одного человека, надеюсь. И припаркую машину рядом, прям со своей хибаркой. Чуваки, разойдись, разойдись. Разойдись, разойдись, разойдись. Здесь должна быть дорога. Здесь люди ходят, ёлки-палки. Всё, приехал. Чудо случилось, друзья. Без происшествий добрались до дома. Шикарно. Правда, я голоден очень сильно. Не буду покупать мороженое за 10 баксов. Это безумная стоимость. Лучше завтра закажу себе буррито. Ну, а пока вот так вот. Хе-хе-хе. Готово. Давайте теперь куда-нибудь эту майнинг-ферму поставим. Вот только я не знаю куда. Прямо над компом её может поставить. Что-то она как-то... А, вот, нормальная. Она ставится только в одном положении. Горизонтальная. Ну, я не знаю. Может выделить для этого специальное помещение. Просто дело в том, что она греется. И температура в моей комнате будет становиться только выше, выше и выше. И я буду потеть, и захочется мыться. Поэтому давайте перенесём её куда-нибудь в ванну. Может быть. Вот, прям над окном. Чувак заглянет, захочет что-то украсть. Увидит, что тут ничего нету. А майнинг-ферма на самом деле наверху. Окей, начать майнер. F. Поехали. Код майнера. Измените шахтёрский код. Я даже вы... Э, стоп. Э. Я не могу выйти отсюда. В общем, я ввёл какой-то рандомный код. И он 2442. Не знаю. Выйти не получалось. Нужно было по-любому какой-то код вводить. Ну и посмотрим, насколько быстро он будет майнить. И какую прибыль вообще эта штуковина может принести. Ну а я... Я ложусь спать, сегодня не евший, но завтра поем. И завтра будет офигенный стрим, потому что сегодня ничего не было. Люди соскучатся, успеют. И захотят прийти. И увидеть, что же произошло за время моего отсутствия. Такс. Он работает. Не надо его каждый раз включать. Нет, надо включать. Каждый день нужно будет его включать. Но это не беда, это не сложно. Давайте закажем лучше пожрать. Такс. ВВВ жрачка.ру. Давай. Фудшоп. ВПН можно отрубать. Я думаю, он пока нам не потребуется. Заходить все равно некуда. Взламывать я никого не хочу. Поэтому я просто... Нет, не сюда. Не сюда. Я просто хочу немного почувствовать силу жрачки. Силу фудшопа. Силу бурита. Чтоб он проник в меня и сделал меня сильным. Или банана сплит. В честь покупки можно и банана сплит, а? Как думаете? В честь покупки я имею ввиду майнера. Ну и бурита, конечно. Две штуки. Без них никак. Не могу жить без бурита. Почти все деньги потрачены. Эх. Ну и теперь, друзья, давайте все запускать. Угу. Готово. Что у нас там на затупчике? Может, какие-то деньги появились? Хотелось бы. Панель приборов. Но неплохо. 36 баксов за самый последний видос. Получить оплату. Всего 76. Недурно. Правда, загрузить я ничего не могу. Короче, друзья, я теперь буду сохранять потоки, так как мне нужны новые ролики. Так, еда пока едет ко мне, я помоюсь и схожу в туалет. Да, друзья, плевать на битрейт, я просто начну сохранять ролики. Будет что будет. Так, смыться. Ага. А жрать-то все равно хочется. Опа, 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 опа. Какая красотища. Готово. Пока и этого достаточно. Перекусим во время стрима оставшуюся жрачку. Ну а сейчас просто запускаем. ОПС готов. Стрим лаб готова. Будет офигенный разговорный стрим. Получить оплату. 0 баксов. Ну, конечно, я ведь не стримил. Откуда взяться деньгам? ОПС. Just chatting. Качество потока будет 480p. 30 фпс. Показать камеру. И плевать. Но не подойдет мой битрейт. Ну и не подойдет. Зато я сохраню поток и еще какие-то денежки получу с Зотуба. Так что плевать. Максимальный битрейт 1000. И админушки. 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 Погодите. 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 Я ж админушков, похоже, и не нанял. Давайте посмотрим. По-моему, сегодня я как раз-таки мог их нанять. Но не нанял. Прокат. Да. Частота. Нет, 20 штук это много админов. Давайте. Ну, 12 будет более чем достаточно. Супер жестких машин бана. Хорошо. Модераторы начали работать. Вовремя. Вовремя опомнился. А вот теперь можно запустить стрим. С музыкой, разумеется. Разумеется, с музыкой. Без музыки никак. Все. Друзья. Поехали. Ха-ха-ха. Вебка смотрит отлично. Админов и модераторов просто целое войско несметное. Они все злые, голодные и готовы наказывать любого инакомысливающего человека. Любого. Тренд потока. Тренд потока банить всех подряд и снижать токсичность. Вот наш тренд. Сосредоточусь на собственном чате. Ругательство ФК. Дроп, дроп, дроп. Ах ты, сволочь. Опять начинаешь писать про дроп. Ну а когда чувак пишет дроп, заметьте, токсичность, она не повышается. Есть кто-то, кто говорит, что он никогда не может быть серпантином. Он прав. Я посмотрю на воспроизведение этого потока когда-нибудь. 200 зрителей! Энергичные. 200 зрителей. 240. Ага. Я так скучаю. Где ты живешь? Хеллоу, не забывай меня в будущем. Пока. Крик. Ха-ха-ха. Ничего не делай. А зачем кричать мне? Я не вижу причин. Все супер здорово. Я не хочу кричать. 300 тысяч. Ой, 300. Ну ладно. 300 тысяч это было бы, конечно, прекрасно. 300 человек зрителей. Одновременных пришли просто из ниоткуда. Вы открыли музыку. Конечно, веселую музыку. Зачем слушать грустную? У нас тут веселье. У нас куча зрителей. Значит, куча донатов. Стрим будет идти долго. Я загружу его еще на зоотуб. Друзья. Еще оттуда заработаю деньги. Плюс майнинг и ферма работает. Все великолепно. Просто. Стоп. А почему? А почему подписчиков платных стало меньше вроде как? У тебя плохой... А почему подписчиков? По-моему, платных подписчиков раньше было побольше. Либо я путаю со 130-140, либо у меня было 230-240, и просто я что-то реально запутался. Нет, я... Это странно. Кто-то пытается научить вас как стримить. Я мастер на этой работе. Уже не первый день. Но зрители... Мне прибывают новые. Стрим идет 2 часа, зрителей все так же. Битрейт 3000. Видос сохраняется. А модераторы банят бодро. Бодро банят всех подряд. Ты выглядишь как мой брат. Приятно. Твой брат, видимо, очень офигенный красавчик. Просто альфа-самец. По-моему, я уже это даже говорил. Некоторые люди говорят, что им скучно. И... Буду вести себя как клоун. Развлекайтесь! Ха-ха! Пускай вам будет весело. Только донатики платите. Но за клоунаду донаты не платят. Зато платит сам блендер за большое количество зрителей. Я могу вообще не получать донаты, но при этом иметь хорошую прибыль. И это так. Так, можно по 500-600 баксов раз в несколько дней зарабатывать. При идеальном раскладе. Можете ли вы представить... Да я делаю... Так, да. Надо было сказать, что я делаю все за деньги. Это было бы правдивее в этой игре. Кто-то тебя критикует. Дайте смешной ответ. Конечно. Хотя, блин, а что я тут делаю за деньги, по сути? Я ничего не делаю. Я никакой рекламы не продаю. Я просто стримлю, принимаю пожертвования. И рад, если блендер мне платит деньги за то, что я стримлю. Он очень хороший человек. Да. Так, 41 энергии. Давайте-ка я схожу, перекушу. Скушаю банана сплит. Он должен зарядить меня сильной энергией. Плюс буррито. Но все же, для энергии, наверное, эффективнее покупать энергетические... Вы это видели, да? Вы это видели? Я случайно мискликнул. Какая жесть. Черт возьми. Буквально вот. Ай-яй-яй-яй-яй. А такой хороший был стрим. Ну ты что, Саня, Саня? Как же ты мог? Ёлки-палки. Жесть. Как-то это совсем жестко и неприятно. Ну смотрите, приложения работают. То есть не придется заново все настраивать. Музыка включена. Ну поехали. Может зрители не ушли далеко и сразу подключатся и начнут смотреть стрим дальше. Блин, по итогу будет... Ай, видос будет короткий. С него много денег не заработаешь. И вообще... Есть люди, которые говорят, что твой разговор скучный. Попробую сменить тему. Попробую вам угодить. У меня... Да елки-метелки. Ха-ха. И ты еще собачий сын. Ну давай, давай, давай. Подходи, собака. Я тебя сейчас порву. Давай. Посмотрим, кто здесь классный. Л-Т-О-Р. Давай. Ну че? Че? В следующий раз я сам тебя взломаю, друган. В следующий раз. Пока не до этого. Пока я занимаюсь стримом. Я моложе, чем они думают. Черт. Есть люди, которые... Да попробуй сменить тему. Ну хорошо, я попробую сменить тему. У меня тема одна. Слезы на глазах. Вот моя тема сегодня для разговоров. Мне хочется плакать, страдать. Короче, придется, ну, получается, прошлый ролик удалять. И этот тоже удалять. К сожалению. И только следующий стрим можно будет сделать качественным, красивым. По идее. Пожертвование получено. Ваше следующее слово должно быть ненавистным. Прискну. Такого я еще не делал никогда. Слова будут ненавистными. Попробую весь день себя вести как мудак. Ааа, токсичность-то упала. 495 процентов. Уже упала. Уже есть результат. Уже какой-то прогресс. Замечательно. Подписчиков 225. Ну давайте зайдем посмотрим, что у нас. Нет, тут воркеры мне пока не нужны. Мне. Мне нужен сайт Блендера. Посмотреть статистику. Сколько я заработал за эти несколько дней. Авторизоваться. Еще нужно как-то довести до среднего показателя зрителей. До 400 штук. Пока совершенно непонятно, как это сделать. Слишком сложно. Ожидаемый доход 666. Цель подписки 350+. Средний лайфьювер 174. Мало средний лайфьювер. 174. Мало. Реально мало. Жестко-жестко мало. Но окей. Сколько там у меня есть криптовалюты? Сколько я заработал с помощью этого майнера? Где вообще это проверяется? Криптоэкс, да? Надо думать здесь. У меня есть сколько биткоина. У меня что-то есть? Вообще нет? Портфолио. Цена. Собственная сумма 0,0,0,0,0. То есть я не заработал ничего. Может быть туда нужно вводить действительно подходящий код для майнинга. И тогда все будет хорошо. Ну-ка давайте я запущу VPN. Угу. Открою дипфэп и посмотрю. Похоже я неправильно его настроил. Только и всего. Незаконные шахтеры. Нет. Здесь указано где незаконные шахтеры находятся. Это бэкдор, это волхак. Это все мне не нужно. Мне нужно понять как работает майнер и сколько он приносит. Так. Ну давайте-ка. Он включен, да? 24,42. Какие цифры нужно вводить? И где эти цифры нужно посмотреть? Я сомневаюсь, что у меня настроено все правильно. Скорее всего это не так. Оп. Классно падает свет. Ну. То-то-то-то-то. Еще раз ради интереса. Крипто-экс. Где-то должны быть цифры. Биткоин стоит дофига. Но у меня пока типа нету вообще ни одного, да? Количество 0,0,0,0,0,0,0,0. Всего 0. Все и криптовалюты. А какую криптовалюту я вообще добываю? Я не знаю. Ладно, друзья. На этом мы пока остановимся. Может вы мне подскажете, как правильно работать с криптовалютой в этой игре. Потому что я пока не понимаю. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи. Пока. Будьте счастливы. Продолжение следует.